Альфред Грибер Практический иврит шаг за шагом Урок номер 71 Глагол «приходить» в будущем времени и повелительном наклонении Урок ведет Альфред Грибер На данном уроке вы познакомитесь с формами будущего времени и повелительного наклонения пустого гортанного глагола, инфинитив которого «лаво». В данном инфинитиве буква «вав», которая находится после первой буквы корня, имеет огласовку «холам» и произносится как звук «о». Этот инфинитив может быть представлен моделью «ла-один-о-два» ударения на «о». «Каматов лаво шув алейхем» Как хорошо прийти снова к вам, мужской род. «Каматов лаво шув алейхем» Слово «шув» имеет значение «снова», «опять», «еще», «еще раз». «Шув» «Каматов лаво шув алейхем» Повторите. «Каматов лаво шув алейхем» Единственного числа может быть представлена моделью «и-а-один-о-два» Ударение на «о». Нет шанса, что он придет в ближайшем будущем. Существительное мужского рода единственного числа «сикуй» имеет значение «шанс», «перспектива», в смысле «будущее», «ожидаемое». «Эн-сикуй», «шигу-я-во», «ба-ати-да-каров» Повторите. Глагольная форма первого лица будущего времени единственного числа может быть представлена моделью «а-один-о-два» Ударение на «о». «А-ни-а-во-ле-тел-авив-мохоратайм» Я приду в Телевив послезавтра. Или приду, или приеду. «А-ни-а-во-ле-тел-авив-мохоратайм» Слово «мохоратайм» имеет значение «послезавтра». «Мохоратайм» «А-ни-а-во-ле-тел-авив-мохоратайм» Повторите. Глагольные формы будущего времени второго лица мужского рода единственного числа и третьего лица женского рода единственного числа могут быть представлены моделью «та-т-а-один-о-два» Повторение на «о». «А-та-т-а-во-э-ле-га-гайом» «Вэ-и-та-во-э-ле-ха-махар» Ты придешь, мужской род, к ней сегодня, а она придет к тебе, мужской род, завтра. «А-та-т-а-во-э-ле-га-гайом» «Вэ-и-та-во-э-ле-ха-махар» Повторите. Глагольная форма первого лица будущего времени множественного числа может быть представлена моделью «на-н-а-один-о-два» Ударение на «о» «А-нах-ну-та-мид-на-во-ле-э-лат-ле-хувшот» Мы всегда будем приезжать в Эйлат на каникулы «А-нах-ну-та-мид-на-во-ле-э-лат-ле-хувшот» Существительное женского рода множественного числа «хувшот» Образованное существительное женского рода единственного числа «хувша» со значением «отпуск» в смысле «освобождение от работы» «А-нах-ну-та-мид-на-во-ле-э-лат-ле-хувшот» Повторите Глагольная форма второго лица будущего времени женского рода единственного числа может быть представлена моделью «та-т-а-один-о-два-и» Ударение на «о» «та-один-о-два-и» «А-т-т-а-во-и-и-то-ла-хат-сага-азот» Ты придешь, женский род, с ним на это представление «А-т-т-а-во-и-и-то-ла-хат-сага-азот» Повторите Глагольная форма второго лица будущего времени множественного числа может быть представлена моделью «та-т-а-один-о-два-у» «та-один-о-два-у» Ударение на «о» «ат-эм-о-ат-эн-т-а-во-у-э-лей-ну-ах-шав» Вы придете к нам сейчас «ат-эм-о-ат-эн-т-а-во-у-э-лей-ну-ах-шав» Повторите Глагольная форма третьего лица будущего времени множественного числа Может быть представлена моделью «и-я-а-один-о-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- А вот предложение с формами будущего времени одного и того же глагола. Если ты, женский род, придешь вовремя, так же ученики придут вовремя. Повторите. А вот предложение с формами будущего времени разных глаголов. Махар Акум Бешева. Вэ Аво Бешмоны. Завтра я встану в семь и приду в восемь. Махар Акум Бешева. Вэ Аво Бешмоны. Повторите. Следующее предложение. Им ата таруц махар, того лавода базман. Если ты, женский род, будешь бежать быстро, придешь на работу вовремя. Им ата таруц махар, того лавода базман. Повторите. Следующее предложение. Им ги того лейлат лехувша. Ги тануах. Если она прибудет в Эйлат в отпуск, она отдохнет. Им ги того лейлат лехувша. Ги тануах. Повторите. Повторите. Если ты мужской род не споешь, тетя не придет еще раз. Им ата лота шир, дода лота воот пам. Повторите. Следующее предложение. Галывай шеат такуми бетеша ве того и бе эсер. Дай Бог, что ты, женский род, встанешь в девять и придешь в десять. Галывай шеат такуми бетеша ве того и бе эсер. Слово «галывай» переводится на русский язык словами «хоть бы», в смысле «пусть», «дай Бог», «если бы так», «галывай». Галывай шеат такуми бетеша ве того и бе эсер. Повторите. Галывай шеат такуми бетеша ве того и бе эсер. Следующее предложение. Им такум мукдам того лямасиба базман. Если ты, мужской род, встанешь рано, придешь на банкет вовремя. Им такум мукдам того лямасиба базман. Повторите. Следующее предложение. Им таво лямасиба ташир и тану. Если ты, мужской род, придешь на банкет, споешь нами. Им таво лямасиба ташир и тану. Повторите. Следующее предложение. На следующей неделе они, мужской род, полетят в элат на самолете. Но они, женский род, прибудут туда на автомобиле. Башаву агаба гем ятусу лейлад бематоз. Аваль ген явоу лешам бимхонит. Повторите. Следующее предложение. Им такум мукдам того лямасиба базман. Если вы встанете рано, придете на банкет вовремя. Им такум мукдам того лямасиба базман. Повторите. Следующее предложение. Им таво лямасиба ташир и тану. Если ты, женский род, придешь на банкет, споешь с нами. Им таво лямасиба. Ташир и тану. Повторите. Основная форма повелительного наклонения, которая совпадает с основой повелительного наклонения, форма второго лица, повелительного наклонения мужского рода единственного числа, может быть представлена моделью 1О2. БОГЭНА. Ты, мужской род, подойди сюда. БОГЭНА. Слово ГЭНА имеет значение сюда. ГЭНА. БОГЭНА. Повторите. Глагольная форма второго лица, повелительного наклонения женского рода единственного числа, может быть представлена моделью 1О2И. Ударение на О. БОГЭНА. 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 Ты, женский род, подойди ко мне быстро. БОГЭНА. БОГЭНА. Повторите. Глагольная форма второго лица, повелительного наклонения множественного числа, может быть представлена моделью 1О, 2У, ударение на О. Боу Элейну Лабикур. Вы приходите к нам в гости, то есть приходите к нам на визит. Боу Элейну Лабикур. Повторите. Переходим к формам отрицательного, то есть запретительного, повелительного наклонения. Алтавогена. Ты не подходи, мужской род, сюда. Алтавогена. Повторите. Следующее предложение. Алтавои Элей Магер. Ты, женский род, не подходи ко мне быстро. Алтавои Элей Магер. Повторите. Следующее предложение. Алтавои Элейну Лабикур. Вы не приходите к нам в гости на визит. Алтавои Элейну Лабикур. Алтавои Элейну Лабикур. А теперь давайте повторим все предложения данного урока. Алтавои Элей Магер. Алтавои Элейн. Алтавои Элейн. Алтавоии. Алтавои. Мухоратайм Ата таво элеха Айом Вэй таво элеха Махар Анахну тамид Наво лейлат Лехувшот Ат тавои Ито Лехацага Азот Атэм Тавоу элеину Ахшав Олай эм Охэн Йавоу Беват Ахат Им от Тавои Базман Гам Гаталмидим Явоу Базман Махар Акум Бешеба Вээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Лайдет льхупша, гейтануах. Эм ата ло ташир, дода ло таво аут паам. Галывайше ад-такуми бетеша, ветаво и бе-эсэр. 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 Галывайше ад-такуми бетеша. Галывайше ад-такуми бетеша, ветаво и бе-эсэр. Бу-Элейну-Лабикур Алта-Во-Хэна Алта-Во-И-Элай-Махэр Алта-Во-Элейну-Лабикур Итак, на данном уроке вы познакомились с формами будущего времени и повелительного наклонения пустого гортанного глагола, инфинитив которого «лаво» в легком беньяне. Данный урок завершает тему о спряжении пустых глаголов в легком беньяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова